Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы под шум дождя и звуки прекрасной музыки продолжаем окунаться в киберпанковую атмосферу игры под названием The Red Strings Club. Устраивайтесь поудобнее, укутывайтесь во что вы любите укутываться, берите ваш любимый напиток и наслаждайтесь вместе со мной этим шедевром. А пока за вас, не хворайте. Ну что, ребят, поехали. Мы остановились на очень интересном моменте. Как вы видите, Брэндой стоит где-то на мосту, я так понимаю, и девушка стоит на периле моста. Давайте узнаем, что же это такое. Привет, милый. Ах, ты наконец решился. Да, я пойду к ним со всем, что у нас есть. Слушай, я в довольно щекотливом положении. Хорошая новость, я нашел исполнительного директора Джоанну Септиес. Плохая новость, она собирается прыгнуть с северного моста. Посмотрим, что я смогу сделать. У меня туз в рукаве. Когда ты попросил меня выследить ее, я попросил Проксиму внедриться в ее взломанные импланты. Я пытаюсь увести немного антидепрессантам, чтобы приручить эту киску. Ладно, мне пора. Пока. Это она, оказывается. Я думал, это просто какая-то подруга его, которая стоит, ну знаете, просто смотрит на город. Ну, так по-бунтарски, так скажем. Да, такая стоит, такая хопа. Вот. А оказывается-то, ребят, оказывается, это она. Наша цель. Неплохой вид, правда? Ты выбрала красивое место, чтобы покончить с собой. Все эти синенькие и желтенькие квадратики, полные людей, которым плевать друг на друга. А еще горстка придурков, вроде нас, которые не перестают бороться за право жить, как они хотят. Я бы хотел, чтобы все это просто испарилось. Мне надо подойти ближе, чтобы не дать ей прыгнуть. Приближение увеличивает напряжение, так что мне придется отвлечь ее разговором, прежде чем подходить. Надо присматриваться к языку ее тела. Если она слишком нервничает, надо держать дистанцию. Я могу взломать ее импланты, чтобы успокоить ее, но если я переусердствую, она просто поджарится. Ладно, пора проявить талант. Итак. Объясни, что происходит с ее имплантами. Используй знания Ариадны. Ух ты! Так, давайте. А что если я скажу тебе, что я понимаю, почему ты проходишь через это? В каком смысле? Я знаю, почему ты сбежала из Суперконтинент. Что? Как? Откуда ты это можешь знать? Что же еще ты обо мне знаешь? О, не пойми меня неправильно. Мы только встретились. Я тебя почти не знаю. Но я знаю, что привело к таким резким изменениям в твоем поведении. Проксима проникла в имплантационную клинику Суперконтинент и установила тебе бунтарский чип. Нет. Они не могли. Так я поэтому? Полное раскрытие. Я не очень разбираюсь в устройстве этих имплантов. Оно не может внушать мысли напрямую, но программа воздействует на подсознание и вытягивает в сознание определенные идеи. Бунтарство, сочувствие. По-моему, грязный трюк, но если честно, программа не внушает того, чего на самом деле в тебе нет. Что бы ты сейчас ни ощущала, это не искусственное. Это на самом деле твои идеи. Но у них изменен приоритет. Так что ты больше не можешь просто игнорировать их. Так мило с твоей стороны объяснить, какая муха меня укусила. Но какая мне разница? Это мой... новый разум. А, дело в том, что я не только знаю, как это работает, я знаю, как это отключить. Если пойдешь со мной, я с радостью избавлю тебя от нее. Ты это можешь? Да, я не любитель ментальных манипуляций, я сделаю это бесплатно. А, хорошо, я подумаю. Отлично, кажется, она успокоилась, пора подходить. Она повернулась, понятно, когда она полностью поворачивается, она успокоилась. Делаем шаг вперед, заходим. О, немножко отвернулась. Немного потерял ее. Можно еще шаг вперед сделать. Так, на пределе. Диалог. Не возражаешь, если я спрошу, почему ты решила бы так все закончить? Я не вижу иного пути. И ни для кого из моих близких его нет. Суперконтинент изменит мир. Деньги не принесли счастья, только приблизили конец. Теперь цели так спутались, что я даже не помню, когда мне стало наплевать. Так, ты могла бы направить жизнь в новое русло? Не сдавайся. Объясни это им. Нет, первое. Ты могла бы направить жизнь в новое русло. Целям свойственно меняться. Это человеческие конструкты. И люди не перестают меняться. Если твое видение больше не совпадает с видением компании, освободись. Я не вижу в этом трагедии. Никогда не меняться. Вот что угнетает. Новое русло? Хорошо, почти успокоилось. Шаг вперед. Северный мост всегда отличался прекрасной перспективой. Внутри этого бетонного лабиринта легко потерять себя среди потоков данных и уведомлений. Мы почти не видим, куда ступает наша нога. Черт, я уже отклонил два чата со своего мозгового диска, пока мы разговариваем. Но здесь, глядя на эту скалу посреди океана, мы можем просто пойти в другую сторону и оставить город позади, а? Это не так просто. Пожалуй, мы слишком глубоко вмурованы в бетонные фундаменты этих небоскребов. Но подумай только, что ты теряешь? Деньги? Власть? Ответственность? Лицо? Бремя судьбы цивилизации? Ха-ха, да. И это тоже. Ха. Хорошо, почти успокоилось. Так, шаг вперед. Диалог. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Брэндейс. Зачем ты это делаешь? Я герой. Ты нужна мне, чтобы победить суперконтинент. Нет, это херово. Я герой. Я герой. Да брось. Я не шучу. Ну, не пойми меня неправильно. Я герой по личным соображениям. Мне нравится думать, что я спасаю мир и все такое. Быть крутым, курить сигарету и задумчиво смотреть на город. Погодите, говнюки, я еще всем покажу как надо. Я никогда не упускаю возможности притворить мечты в жизнь. Так что не порть мне такую сцену, хорошо? Ты чокнутый. Но из твоих уст все так просто. Быть героем. Хорошо, почти успокоилась. Так. А что если еще диалог? Слушай, ты из Проксимы? Я не их член, но мы частенько сотрудничаем. Ты наверняка думаешь, что я обрекла... Обрекла этот город, да? Город давно обречен. Если не суперконтинент, то любая другая из множества корпораций, с которыми немногим повстанцам... С которыми немногим повстанцам не собладать. А даже если и не они, то это сделают сами жители Земли, которые натурально жрут свою планету и которым насрать на все, кроме любимого сериала. В каком-то смысле, нам всем давно сделали лоботомию. Радикальный их активизм и милый треп с акционерами. По сути, разные способы скоротать время до неизбежного конца. Как... мрачно. Она... опа, стала хуже. Еще диалог. Меня пугают обе стороны ограды. Одна конец всему, но другая меня пугает еще больше. Тогда просто оставайся на ней. Это была метафора, я знаю. Оставайся на ограде, Джоанна. Жизнь делится не только на черное и белое. Когда ты ступишь на Землю, тебе не придется никак искупать вину. Съешь гамбургер, покатайся на велосипеде, поиграй в видеоигру. Есть куча вещей, куда более важных даже, чем наша война против обывательства. Поиграть в видеоигру. Господи, я уже сто лет в Стим не заглядывала. Надо больше играть. Развлечения действительно меняют взгляд. Я сейчас абсолютно серьезно. Никогда бы не подумала, что буду обсуждать Стим на грани самоубийства. Но что-то в этом есть. Ха-ха. Хорошо, почти успокоилась. Давайте шаг вперед сделаем. Брендейс. А? Я думаю, что люблю тебя. Оу. Вот сейчас было внезапно. У меня внутри все спуталось. Я смотрю на волны, на рябь, в отражении города. Я вижу с себя маленькую тень на отражении моста. Я больше не знаю, кто я. Жизнь это больше не имеет... Жизнь. Это больше не имеет значения. Но у меня горит в груди. Я не могу сопротивляться этому чувству. Я собираюсь умереть. Зачем мне отказывать себе в последнем любовном признании? Я люблю тебя, Брендейс. Перестань. Ты даже не знаешь, кто я. Мне кажется, ты первый человек, с которым я откровенно разговариваю с тех пор, как я была ребенком. Ха-ха. Такое бесполезное существование. Наверное, мне пора заткнуться и прыгать, да? Нет, пойдем со мной. А делай, что приказывает тебе сердце. Но перед тем, как прыгнуть, скажи, как проникнуть себе... Нет, пойдем со мной. А ты меня любишь? Не в романтическом смысле. Хотя, почему нет? Черт возьми, я люблю тебя, Джоанна. Я знаю множество людей, с которыми ты можешь искренне говорить хоть каждый день. Мы любящая семья. Революционная партия. Почему бы тебе не отдать свою жизнь нам, а не океану? Я думаю, у нас будет уютнее, чем среди ревущих неоновых волн. Забери меня с собой. Отговори Джоанна от прыжка с северного моста. Красавчики! Брэндайс возвращается. Он ведет с собой Джоанну. Ему удалось переманить ее на нашу сторону, да? Молодчина, Брэндайс. Дономан. А? Могу я спросить, почему ты вышвырнул Эдгара из бара? Я не ожидала, что ты настолько выйдешь из тебя. Мне кажется, доктор Колдстрим – ценный ресурс для твоих планов. Мне удивительно, что ты решил выгнать его вместо того, чтобы вытащить больше информации. Это было непрофессионально с моей стороны, да? Кажется, я научился этому Брэндайса. Правильный выбор не всегда самый лучший. Возможно, я усложнил наши дела, но черт возьми! Разве я не сделал тебя счастливее? Ни о чем не жалею! Я почувствовала, как заметно вырос уровень твоей тревоги. Поэтому я сделала вывод, что выкинуть Эдгара тебя заставило чувствовать самозащиты. Но было интересно узнать, как ты объяснила это себе. С тобой невозможно сделать вид, что ничего не произошло. Что так тебя встревожило в алгоритме зеркальных нейронов? Он может повлиять и на меня, хотя я не ношу импланты. Если Азен будет запущен, человечество будет обречено. То, что он находится не в тех руках, вот что меня пугает. Если Азен будет запущен, человечество будет обречено. Общество превратится в операционную систему, на которой корпорации будут запускать нужные им программы. Благодаря СМИ и технологиям они уже получили достаточно контроля. Что еще им нужно? Что еще они могут взять с нас, а? Не хочу тебя расстраивать, но твои шансы остановить все это ничтожно малы. Так что, если вдруг я когда-нибудь буду отвечать за Азен, ответишь на несколько вопросов о том, где провести границу, настраивая общественное психическое благополучие. А это неплохая идея. Своего рода подстраховка и шанс на революцию, если у нас не получится. Тогда давай поговорим о первоначальном назначении ОПБ. Как мне следует регулировать депрессию и тревогу? Не позволяй людям пребывать депрессии больше месяца. Не регулируй это. Не регулируй это. Так, хорошо. Кстати говоря, новые... Позволь нам находиться в депрессии. Страдания являются неотъемлемой частью человеческой жизни. Кстати говоря, стоп. А, ну да, это самая хрень. Так, а тут можно что-нибудь еще активировать, кстати говоря? Я даже не пытался. Ну, видимо, нет. Так. Позволь нам нуждаться друг к друге. Позволь нам просить о помощи. Могу ли я позволять людям совершать самоубийство? Предложить О'Каре не регулировать тревогу и депрессию? Хм. Да. Да. Как бы это ни было больно, люди должны сохранить за собой право делать со своими жизнями, что им захочется. Даже оборвать их. Предложить О'Каре позволять самоубийство. Так, теперь о насилии. Могу ли я разрешать совершение изнасилования? Вообще, да. Вы сейчас можете не понимать меня, но в глобальном плане, да. Но если бы мы что-то изнасиловали... Если бы мы что-то... Давайте нет. Нет. Общество пытается бороться с этим уже долгое время и до сих пор не приблизилось к какому-либо решению. Если Азен будет приведен в действие, пусть хотя бы изнасилования исчезнут из нашей жизни. Могу ли я позволять людям совершать убийства? А убийство не всегда плохо, смотри, как да. 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 Позволь нам жить со страхом убийства. Могу ли я позволять существовать таким видом вражды, как ксенофобия и гомофобия? Нет. Нет. Пожалуйста, если Азен заработает, пусть все это исчезнет. Могу ли я позволять женщинам оставаться угнетенными? Позволять оставаться угнетенными? Да. Как это не прискорбно, мы должны сами избавиться от сексизма, как отдельные личности, так и общество в целом. Было бы дерьмово просто замять эту проблему. Следует отметить, что ты немного лицемеришь. Почему ты так считаешь? Ты категорически против Азен, но не возражаешь против его применения там, где это касается тебя. Может, ты просто против того, как они собираются его использовать? Нет, все, что я сказал, касалось случая, если мы не сможем его остановить. Но ты мог просто сказать мне совсем не влиять на людей. Это было бы то же самое, как если бы вам это удалось. Что ты хочешь этим сказать? Блин, ты уже высказалась. Но если Азен заработает, просто делай, как я сказал. Хорошо? Если случится так, что я получу управление алгоритмом зеркальных нейронов, я буду поступать именно так, как ты предложил. Знаешь, Акара будет поступать именно так, как ты скажешь, если получить контроль над Азен. Мне кажется, в тот момент, когда ты похвалил меня при Эдгаре, я испытала чувства, которые можно назвать приливом счастья. Спасибо тебе большое, Донован. Рад это слышать. Ты чудесна, Акара. Ты можешь собой гордиться. Брэндесси и Джоанна вот-вот зайдут в дверь. Джоанна, это мой друг Донован. Донован, это Джоанна, исполнительный директор Суперконтинент. Добро пожаловать в бар от The Red Strings Club. Как дела? В порядке, спасибо. Гораздо лучше с тех пор, как твой дружок деактивировал тот неконтролируемый имплант, который был во мне. А, ясно. Значит, ты больше не на нашей стороне. Не совсем. Возможно, брэндесси и освободил меня от влияния импланта, но я не могу игнорировать открытие, которое я сделала под его воздействием. В конце концов, я уже переживала серьезный психологический кризис до того, как это дерьмо добило меня. Все это просто открыло мне глаза. Не ощущало подобного чувства ясности со времен работы в НКО. Что ж, я рад, что ты теперь на нашей стороне. Для справки, не учитывайте меня членом вашей революционной ячейки. Я все еще верна о Суперконтинент. Я просто хочу, чтобы вы помогли мне направить его в нужное русло. Конечно, как скажешь. Ммм. А это андроид Акара? Да. И не просто какой-то андроид Акара, а тот самый, что установил тебе этот имплант в прозрение. Ты... У меня всего один вопрос. Я понимаю, что в твоем распоряжении было несколько опций. Почему твой выбор пал именно на эту? Мне жаль. Обычно я руководствуюсь логикой в своих действиях, но в этот раз я не знаю, что-то внутри меня сказала мне сделать это. Что ты говоришь? Вдохновение. У машины как прекрасно. И жутко. Прекрасно и жутко. Следи за языком, Брэндайс. За время, что я провел сакары, я понял, что у нее есть свое собственное крошечное сердце. Упс. В любом случае, давайте сосредоточимся на более срочных вопросах. Завтра будет наша лучшая возможность остановить общественное психическое глуполучие и алгоритм зеркальных треплонов. Каким образом? То есть, каким образом? Завтра мы будем переносить большую часть нашей сети на более мощный сервер, на котором можно будет запустить АЗН. Пока все не подписано, запечатано и готово к отправке, есть еще много лазеек, через которые спец типа Брэндайса может пролезть. Я бы смог выполнить свою работу после завершения миграции, но из-за хаоса наверняка появятся бреши, через которые я смогу вторгнуться. Он всегда вымпендривается. Слушай, Брэндайс, единственный способ получить контроль над АЗН через административный офис в башне Суперконтинент. Самая слабая охрана будет в офисе Адриана Фюргисона, финансового директора, его не должно быть. Да, он получил мерзкий имплант, такой же, как и ты. Надеюсь, он найдет лучший выход из этого, чем я. Итак, я проберусь и его офис, и взломаю к чертям АЗН. Это будет сложнее. Век неройных хакеров и кибервоин, наш новый генеральный директор разработал систему, чтобы быть на равных борьбе против ваших методов. Ха, они полностью ушли в аналог? Почти. Коммуникации между руководством и доступ к критическим системам вроде АЗН проводятся через допотопную телефонную сеть. Через что? Черт, даже я не настолько древний. Когда я был ребенком, их уже оставалось всего ничего. Это как телефон, только на стене и с проводом. Мы с помощью этой штуки звонили бабушке с дедушкой. Я думал, они разобрали всю сеть лет 20 назад, нет? Так и есть, эту проложили специально для нас. Даже если нейронный хакер сможет подключиться, там используются другие протоколы для импланта. Это все будет на птичьем языке. Две контролируются числовыми командами голосовой активации. Ой, все вернее. Повезло мне. А, ты почти так же полезен, как любой другой холоп без имплантов. Эй! Это не был сарказм. Я специализируюсь на социальной инженерии. У меня установлен имплант Vumot. То есть Vumot. Позволяющий мне копировать любой голос при наличии у меня достаточных биометрических данных. Так что поздравляю, ты нашла Ахиллесову пету в вашем неприступном бастионе. Тогда, надеюсь, у нас еще есть надежда. Следующее крупное препятствие наш текущий генеральный директор. Что вы о ней знаете? Я знаю, что ее зовут Радхика и что ей всего 15 лет. Что? Ей всего 15? Это верно, я вижу, ты справился с домашней работой. Но вам не следует недооценивать ее только из-за ее молодости. Она умнее нас троих вместе взятых и безжалостнее. Она уже вывела нескольких человек из игры, если вы понимаете, о чем я. Невероятно умная молодая социопатка с чрезмерной властью, которая собирается захватить контроль над всем социумом. Окей, теперь я официально напуган. Так что, если вы собираетесь связываться с СЗН, вам по-любому придется иметь дело с ней. Будьте осторожны. Будь она хоть сто раз умна, ей не по силам тягаться с прожженными старыми псами, да, Донован? Просто будь осторожен, чувак. Не парься, ты же знаешь, я всегда нахожу выход. Что-то еще, что мне нужно знать, это все. Хорошо, на этом моменте я беру ситуацию в свои руки. Джоанна, тебе нужно вернуться в свой офис Суперконтинент и вести себя так, как будто бы ты поправилась. Я поправилась. Ты понимаешь, что я имею в виду. Просто будь там на случай, если мне понадобится подстраховка изнутри. Теперь, Донован, ты проделал отличную работу, тебе стоит отдохнуть сегодня. Завтра ты мне будешь нужен свежим, чтобы страховать меня по телефону. Я останусь здесь сегодня и сделаю тебе особый массаж, чтобы вернуть тебе форму, что скажешь? О да, я заслужил это, черт возьми. Всем спокойной ночи, а завтра с новыми силами мы вступим в бой, как только начнется миграция сервера Суперконтинент. Все поняли? Прошу прощения. Да. Я могу попробовать воспроизвести некоторые биометрические параметры тех, кто был в баре, поскольку я анализировала их. Всеполезная кара? Конечно, достань мне все голоса. Проблема в том, что это длительный процесс, так что, скорее всего, я смогу подготовить в срок только один голос. А, окей. Чей голос будет самым полезным? Я думаю, что Эдгара. Достань мне голос Эдгара. Понятно, я перешлю тебе это на твой нейронный накопитель, как только все будет готово. А кара воспроизведет голос Эдгара колл-стрима для Брэндейса. Да, он все-таки у нас важная шишка, поэтому давайте. Так, сколько там? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ой, смотрите. Домо аригато, мистер робото. Ха-ха-ха-ха. Всем спасибо, все свободны. Завтра мы сотворим историю. Значит, это городской телефон. Ты пробрался в офис Фергюсона? Да, я внутри. Ни одна сигнализация не сработала. Отлично. Вижу, ты нашел городской телефон, о котором говорила Джоанна. Мне рассказать тебе, как это работает? Конечно, если только это не заставит тебя почувствовать себя слишком древним. Заткнись и слушай. Ладно, устройсь поудобнее. Я правильно его держу? Слушай, он не сильно отличается от обычного телефона. Там, где подключается телефон, должна быть цифровая панель. Вот она. Тебе нужно просто щелкнуть по ней и ввести последовательность из девяти цифр, а затем дождаться совершения звонка. Ты также можешь использовать цифровую панель или клавиши цифр на клавиатуре в качестве клавиш быстрого действия. Класс. У тебя на нейронном накопителе должен быть записан номер телефона Джоанны, если захочешь попробовать. Конечно, я еще осмотрюсь вокруг. Вдруг увижу какую-то полезную информацию для проникновения в УЗН. Я переключил свой накопитель в режим детектива, так что он будет автоматически собирать факты и важные данные. Я также загрузил в него голос Джоанны и тот голос, который подготовила для меня Акара. Этого должно быть достаточно для начала. Пожелай мне удачи. Удачи. Так. Записка. Ты жаловался, что комп не вписывается в твой фэн-шуй, так что я обстроил его в потайное отделение. Чтобы им воспользоваться, активирую его с телефона. Все семерки у тебя джекпот. Мы его поставим, как тебе будет угодно, когда вернешься. Фрэнсис. Обожаю стикеры. Пост-ит. Разглашаем коммерческие тайны с 1-1980 года. Все семерки, да? Букет какой-то. Цветы синтетические. На ощупь как настоящие. Зато стоят месяцами. Тут карточка. Хорошо, что вы вернулись, Адриан. Позвоните мне, я введу вас курс дела. Карен из HR. Так, ладно. Я раньше них все узнаю. Новый профиль. Карен из HR. Так, АЗН сегодня запустит. Стоит опасаться Радхики, одаренного генерального директора. Так, Джона Сефтиц. Эээ, Coldstream. Безумный ученый. Какие-то документы похожи на расписание встреч. Обсуждение плана Дженей Сайко. 5 июля 10.30 в офисе 62. Исполнительный директор. Мотивация менеджеров среднего звена 6 июля 11.00 в офисе 12 отдел кадров. Слияние с ИСЮК или не знаю. 6 июля 17.30 в офисе 56 финансовый директор. Следующие шаги 7 июля 20.50 в офисе 0 генерального директора. Это на текущую неделю. Твою мать, он же настоящий. На чём... На нём что-то выгравировано. Dulce Bellum in expertise. Война мила тем, кто не сражался. Этот парень точно чокнутый. Всё, да? Ну что ж, давайте позвоним Джоанни Сефтис. Так. Не-не-не-не, сначала давайте все семёрки. Выполняю доступ к офисному компьютеру. Джекпот. Так, покажи мне, что в тебе скрыто. Блин, ну конечно нужен пароль. Ты не можешь его взломать? Попробую. Нет. Нет, это машина-зверь. Было бы проще выбить пароль из владельца. Окей, мне позвоните выпытывальщику? Надеюсь, это была шутка. Не надо никому звонить, я постараюсь сам подобрать пароль. Самое время воспользоваться преимуществами неконтролируемых имплантов, которые Акара установила Фёргюсону. Нужно найти способ связаться с ним. Мне нужен пароль, чтобы получить... Эээ... Нет. Самое время воспользоваться, понятное. Так, ладненько. Так, давайте с Джоаной поговорим. Пожалуй, переключусь на свой родной голос в разговоре с Джоаной. Привет, Джоан, это Брэндейс. Что тебе нужно? Мне нужно связаться с Эндрианом Фёргюсоном. Есть идея? Ммм, его соновой выключен, а ты сейчас в его офисе. Так что, последнее, что мы можем попробовать, экстренную телефонную линию, которую он провел у себя дома. Ну, я не знаю номер. Его там нигде нет? Может, спросишь у Эйчера? Ммм, ладно, будем надеяться, что у нас получится. Спасибо. Давайте спросим у Эйчера. Здравствуйте, это Карен из Эйчер. Чем могу помочь? Привет, это Лукас Лейпциг. Простите, мистер Лейпциг, когда линия предназначена исключительно для сотрудников. Но я сотрудник. Мне жаль, но здесь не работает никакой Лукас Лейпциг. Вы знаете, каждого сотрудника этой компании. Кто вы, робот? Боюсь, я вынужден сообщить службе безопасности. Как вы получили доступ к этой линии, сэр? Забудьте. С этой Карен из Эйчер не забалуешь. Ха-ха-ха. Так. То есть мы... Не можем. Блин, а как бы нам... Номер неизвестен. Так, давайте позвоним опять ей. Пожалуй, переключусь на свой родной голос... Привет, Джоан. Это Брэндейс. Что такое? А, погодите. Может быть, мы голос должны как-то вручную переключить? Вот. Да-да. Эдгар Колстрим. Вот как это работает. Все. Все-все-все. Так. Здравствуйте, это Карен из Эйчер. Чем могу помочь? Хай, Карен. Это Эдгар. Папуля. Так рада тебя слышать. Придумаешь новые революционные идеи для компании? Конечно. Я знаю, ты фал в глубокую депрессию после того, как Карен начала перегонять тебя в работе. Ну, а тебе не стоит переживать из-за этого. В конце концов, мы любим тебя за твои способности к программированию и за твою... А, за твою креати... А, не за твои, вернее, способности к программированию, а за твою креативность, так? Ты можешь просто наслаждаться придумыванием самых сумасшедших идей. А с Акарой под боком для тебя теперь нет ничего невозможного. В конце концов, если твое детище делает из-за тебя работу, это твоя заслуга, так не считаешь? Эм, да, наверное. Спасибо, что приободрила меня. Слушай, мне кое-что нужно. А, я... Мне нужно связаться с Адрианом Фюргюсоном. Он сейчас не в офисе, а у нас довольно срочное дело. Адриан плохо себя чувствует в последние дни, так что он сейчас отдыхает на своей вилле на берегу залива. К счастью, у него дома проведена экстренная линия. Вот номер. Есть, спасибо. Пусть знает, что мы вечер надеемся на его скорейшее выздоровление. Конечно, пока. Так, финансовый директор у нас есть, да? Так. Давайте голосом Эдгара поговорим с ним. Алло. Чао, это Эдгар Колстрим. Иди нахер. Кажется, имплант панка оказал серьезное влияние на Фюргюсона, да? Хааа. Так, а что если Джоанной мы попробуем голосом Джоанной поговорить? Алло. Адриан, это Джоанна, нам нужно поговорить. Иди нахер. Сука тупая. Так, давайте наберем тогда, эээ... Ей от лица Джоанны. Чего интересно получится. Здравствуйте, это Карен из Эйчер. Чем могу помочь? Привет, Карен. Это добрый вечер, Джоанна. Радо слышу, что вы вернулись. Вы нас всех перепугали, не на шутку. Я уверена, вам всего лишь нужно было немного времени вдали от компании, чтобы избавиться от тревоги. Чем могу вам помочь? Да, Карен. Эээ... Ты знаешь, ничего, блин. Ха-ха-ха. В общем, ребята, мы с вами на этом остановимся. У нас останется лишь финальная серия. Мы еще можем проконтактировать с нашим другом. Все это сделаем в следующий раз. Становится интереснее, круче. И я надеюсь, мы добьем ее. А хотя, может быть, и не добьем. Потому что вот эти вот кружки, они между ними такое нормальное расстояние. Ну, грубо говоря, да? То есть они не друг за дружкой прям идут подряд. В общем, ладно, в любом случае, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. У нас есть группа ВКонтакте и группа Стиви. Подписывайтесь на них. Пишите комментарии, я, по-моему, сказал, да? Вот, значит, подписывайтесь на группу ВКонтакте и группу в Стиви. Потому что там уведомления о новых роликах, уведомления о стримах, сторонние информации, музыка после прохождения игр. И да, и все. А еще есть я ВКонтакте и канал на Твиче. Все ссылки в описании под видео. Не хворайте, не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok